всех приветствую с вами зожник физкультурник алексей шредер мое последнее включение из квартиры по проблемам домашних тренировок вот так вот вот так вот вот так вот так вот вот так вот конечно я продолжу тренироваться дома и дальше до конца самой изоляции сколько бы она не длилась но это я буду делать уже молча потому что как бы нет смысла повторяться и что-то придумывать новое потому что я тренируюсь все по старому разумеется и вопрос такой номер один который многие отрицают в том числе и блогеры можно ли накачаться дома и понятное дело что если дома зал то типа можно и все решено нет я имею ввиду дома без штанги без лавочки для жима лежа и даже без больших гантелей и в общем как бы без железа в целом можно ли накачаться нет вот многие говорят нет это детский сад там это баловство как бы если новичок то можно если ты в зале занимался то дома уже нельзя в этом роде это очень большое заблуждение такое может сказать только человек либо глупый либо который хорошо не подумал хотя говорят обычно те что хорошо не подумали как раз глупые люди итак я хочу для всех пояснить в том числе для таких блогеров которые считаются дома нельзя накачаться без железа вашим мышцам глубоко наплевать что вы поднимаете штангу какой-то не знаю какое-то бревно с ручками свой вес тела плюс какое-то дополнительное отягощение это железо это дерево это камень вашим мышцам плевать им все равно а у них глаз нет у них мозга нет чтобы получить визуальную информацию того что они поднимают и в результате сделать соответствующий отклик на железо отклик хороший она дерево отклик плохой это полная чушь мышцы одинаково развиваются одинаково прогрессируют и в силе и в гипертрофии в зависимости от силы ну или как и не знаю я не такой великий физик от мощности сокращения мышечных волокон как достичь необходимой мощности сокращения нужно просто сделать так чтобы отдохнув ну не уставшим подходить на подход отдохнувшим выходить на силовой подход так чтобы от нуля от начала подхода и до отказа мышцы работали в пределах максимум 40 секунд под нагрузкой желательно чтобы это где-то было 25 секунд но максимум 40 секунд и далее плевать что это это может быть вот так вот вот так вот шутка это может быть натягивание какой-то супер жесткой резины это может быть поднимание своего веса тела чем-то вместе с дополнительным это может быть там что-то выполняется на одной руке на одной ноге вместо того чтобы в зале делали на двух ногах на двух руках и так далее если мышцы по мощному своему сокращению от начала упражнения и до отказа попадут вот в этот диапазон желательно 30 секунд под нагрузкой и все они сдохли то какая разница железо дерево или что-то там еще или резина натягивается никакой разницы и если вы можете придумать какие-то способы тренировки дома так чтобы отягощать свои мышцы настолько что рабочий вес растет а мы время под нагрузкой сохраняется либо огромный какой-то вес большой вы взяли изначально и всего лишь 20 секунд можете выполнить с этим весом какое-то упражнение а далее увеличиваете секунды это тоже будет прогрессом то все проблема решена неважно что вы поднимаете и как вы поднимаете ты знал нет сегодня я вам покажу свою домашнюю тренировку наверх тела под верхом тела я подразумеваю дельты грудные мышцы и трицепсы бицепсы тоже как бы к верху тела относятся но постольку поскольку они делаются в другой день тренировочные у меня дома у вас сразу может возникнуть вопрос как строить свои тренировки в домашних условиях по принципу full body или сплита я считаю уже ранее об этом говорил что full body очень плохо подходит для наращивания мышечной массы поскольку слишком большой объем работы приходится на одну тренировку и даже потом если делаешь достаточно длительный отдых до следующей тренировки это хуже чем если разбить на какие-то части всю full body тренировку и сделать меньше отдыхе между тренировками то есть full body это такой тип тренинга который больше подходит для людей не пытающихся набрать мышечную массу а просто поддерживающих тонус и для новичков full body нормально лучше всего конечно так half body как я ее называю full body делим на две части и потом чередуем эти тренировки за две тренировки получится full body но это уже как бы half body вот так через одну идут но так я тренируюсь в зале это тоже вариант это хороший вариант в отличие от full body с точки зрения попыток накачать мышечную массу есть еще один нормальный вариант это сплит но делить не так как некоторые там бицепс какой-то день я считаю что она так мелко делить не надо там от сегодня бицепс завтра трицепс это как-то ну совсем сумасшедшие для натурала плохо подходит я считаю что поделить можно неплохо что я и делаю дома тренировки по такому сплиту где-то чисто тяговые мышцы это все мышцы верха спины и бицепс тяговый день а жимовой день это где плечи трицепс грудь как сегодня то что я вам показываю отделить ноги и может быть сделать как отдельный день он как будто бы почти отдых это день пресса день кора но можно еще дополнительный день когда вы ничего не делаете и вот так как-то чередовать это неплохо кстати неплохая программа вот так это где-то тяговые где-то жимовые низ тела очень хорошая программа неплохая и вот я вам сегодня показываю жимовой день и возвращаюсь к рабочим весам к секундам под нагрузкой значит да возможно там для человека который жмет 300 килограмм в домашних условиях без штанги там ну очень сложно организовать такое время под нагрузкой чтобы в отказ и было до 40 секунд возможно но допустим я не самый дрищ как вы знаете большинство кто меня смотрит меня слабее а значит им домашние вот такие тренировки как мои вполне подойдут вот так выше крыши на сегодняшний момент тренируясь дома я вам могу сказать следующего чего я добился по нагрузке жимовой день жимовой я чувствую по своим упражнениям полную идентичность зальным занятиям потому как мышцы груди и плеч трицепсов болят как они мощно нагружаются сколько им нужно восстановления идентично что в зале что дома я этого добился и вы видите как я его добил добился с помощью каких упражнений значит тяговый день абсолютно идентично по нагрузке на бицепсы на верхнюю часть спины полностью то же самое что и в зале никакой разницы кор пресс абсолютно никакой разницы единственная есть разница с ногами это я считаю потому что у меня очень сильные ноги у меня очень большой рабочий вес в становой тяги в приседаниях и такую нагрузку даже с учетом одноногого исполнения я не могу получить как зале поддерживать ноги я могу в объеме в том который у меня есть дома но накачать их не могу а по жимовым и тягу мышцам могу развиваться даже если залы будут закрыты два года подряд это могу это сто процентов то бы что не говорил не плевать то что говорят ну что я точно знаю по своим ощущениям чего и что я получаю ноги да здесь очень много когда на одной ноге приседаешь то что я вам показывал мертвой тяги немножко не хватает конечно нагрузки поскольку нужно сохранять баланс нужно держать баланс мышцы балансирующие немного устают и вот той мощности нагрузки уже не перепадает квадр и в бицепс бедра это не как приседать там 220 в зале на повторы либо там тянуть становую тягу 230 на повторы нет но что могу то делаю и вам скорее всего моих упражнений на ноги хватит если у вас ноги ну не такие что там рабочий вес в приседе за 200 вот единственно по ногам я не добился полной идентично идентичности зальному тренинга смотрите теперь я вам покажу свои новые подходы в отжиманиях вот смотрите мышцы груди дельты и трицепсы здесь должно быть три упражнения либо два как вы выберете я вам покажу как я добился минимального количества секунд до отказа отжимания широким хватом локти чуть-чуть вверху чуть-чуть не разгибаем до конца чтобы снизить количество секунд времени под нагрузкой и за счет того что у меня теперь на спине 75 килограммов и вес смещен к голове ноги заброшены на кровать вес смещен голове на поясницу минимальная нагрузка в ноги уходит минимальная нагрузка и в кровать большинство нагрузки уходит в грудные и в руки соответственно я 9 повторов делаю в отказ 20-22 секунды под нагрузкой и все я умер это супер жесткая нагрузка это как супер неслабый жим делать зале все одно и то же и и Субтитры сделал DimaTorzok Если вы уж затеяли жимовую тренировку наверх тела, как это делаю я, то первое упражнение, которое я показывал, рекомендую вам ставить первым. То есть отжимания широким хватом. Эквивалентов ему нет. И приоритет я советую делать на грудные мышцы. Поскольку далее идет трицепс в приоритете, а в широких отжиманиях там трицепс работает постольку поскольку. Грудные намного больше и трицепс как бы еще не устал. Второе упражнение. Я рекомендую делать уже капитальный акцент на трицепс. И причем это упражнение, я уже об этом неоднократно говорил, круче, чем отжимания на брусьях. Здесь меньше дельт, меньше груди, а трицепса очень много в процентном соотношении получения от общего количества нагрузки. Итак, понеслась. Опачки! Абсолютно все равно, что у вас будет на ногах. Я обычно отжимаюсь с женой. Если вот здесь, она у меня вот здесь сидит. Если на полу широким хватом, она у меня ложится опять же близко к голове. Но просто поскольку мы ведем съемку, то приходится грузить эти штуки. А если у вас есть жена, сестра или девушка, то вы можете их просить помогать вам в этом нелегком труде. Так, понеслась. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Немножко далековато стул поставил. Но! Всего 9 повторений. Вот что значит увеличить вес на 15 килограммов. Фу! 9 повторений, количество секунд под нагрузкой было примерно 25-30. Это то, что надо для роста мышц. И ни при чем здесь штанги и другое железо. Опа! Делать ли второй подход второго упражнения? Я затрудняюсь ответить. Один или два рабочих подхода выполнять дома. В зале со штангами я выполняю один рабочий подход. Здесь больше, наверное, от скуки. Дома как бы тренироваться. Кроме как тренироваться и книги читать, что тут еще делать. И в интернете залипать. Поэтому я делаю по два подхода. Какой перерыв между подходами отдыха? Дома я рекомендую делать от 5 до 10 минут. Спешить некуда. Отдыхайте хорошо, чтобы было маленькое закисление. Но зато максимально мощное напряжение во время подхода. А такое напряжение получается тогда, когда вы подходите к подходу нормально отдохнув. Так, напомню перипетии данного упражнения. Во-первых, обратите внимание. Сейчас, когда я на себя погружу вес 75 кг, я положу его так, чтобы он прям склонялся на меня. Не здесь где-то, а максимально близко к себе и сумку придвинул максимально близко к себе. Потому что зачем мне, чтобы вес уходил в стул? Мне нужно, чтобы вес уходил через мои плечи и руки в диван. И тогда максимальная нагрузка будет. Первое. И второе. При отжимании я должен отжиматься не впереди вот здесь, а вот здесь я буду отжиматься. Обратите внимание. Я не наклоняюсь вперед, не отхожу спиной от опоры. Если вот здесь отжиматься, будет легче. Я отжимаюсь вот здесь. Максимальная нагрузка будет именно тогда, когда вы будете делать так, как я сказал. Итак, второй подход. Опа, грузим 75 кг. Так, вот я сел. Максимально близко к себе сумку. Средний хват по ширине. И бам-бах. Пришла пора включить вот это все. Максимально близко к себе. Восемь повторов в отказ. Вот он и домашняя тренировка. Некоторые агрятся на домашние тренировки с диванами, кроватями, с баклавками. Согласен, это все бред, дешевка. Там работа с собственным весом, когда человек из зала, который работает с большими рабочими весами, начинает дома делать вот что-то с собственным весом. На трицепс вот так, вот так, что-то... Это бред, конечно. Это ничему не приведет. С точки зрения физкультуры, да, нормально. Лучше так, чем никак. С точки зрения поддержания формы дома, пока, допустим, нет допуска в зал. Либо с точки зрения накачиваться дома, без всякого зала. Только так. Только мощь, только большие веса. А что это будет в качестве веса? Вы уж смотрите сами. Плевать, что. Я вам уже объясню. Итак, это было два упражнения программы. Смотрите. Отжимания приоритет грудные от пола. Второе. Отжимания от кровати с весом приоритет трицепс. И еще нужно добавить нагрузки на плечи. Хотя в первых двух упражнениях плечи работали. Но есть упражнения, которые хорошо прокачивают дельты, но не жимовые. Почему? Я объясню. Жимовое нормальное упражнение. Вот, допустим, жим двух гирь, как я делал в зале. Но, опять же, работают трицепсы. И три упражнения вот таких с работой трицепса. Отжимания от пола, отжимания от кровати, а потом еще и жать снова трицепса. Это никак не годится. Либо тогда уже нужно делать два таких, как отжимания от пола с весом плюс жим гирь. Все. Два. Либо три. Но тогда плечи должны быть либо тяга чего-то, либо разведение чего-то. Допустим, разведение двух сумок с картошкой. Ну, махи некоторые говорят. Я предпочитаю разведение. Делаю акцент на том, что упражнение делается без читинга. То есть разведение. Тяга. Подъем локтя. Вполне как-то, как сказать, удобное и анатомичное движение. Это третье. А в нем уже не участвует трицепс. Поэтому такое третье упражнение вот в этот день жимовых мышц вполне себе подходит. И вы уже знаете, как я это делаю. И сейчас я вам покажу в очередной раз. И вот это такая тренировка. Три упражнения по одному-двум рабочим подходам. И в каждом рабочем подходе желательно, чтобы до 40 секунд под нагрузкой, а лучше 25-30. И отдых между подходами около 6-7 минут. Все. И вот так. Вот будет. Супер. И те, кому из вас лень ходить в зал, можете не ходить с такой тренировкой. Если вы там не какой-то профессионал, который 250 жмет и 300 приседает. И вам будет супер. Единственное, я покажу, что я немного изменил. Я в подъеме локтей оставил такую же высоту, но опускаю не до конца. То есть я не делаю провисание локтей. За счет этого нагрузка с плеч зальтовидных не снимается. И общее количество секунд под нагрузкой уменьшается. И, соответственно, меньше повторений выходит. То, что мне и нужно. Так. В сумке у меня куча кирпичей. Это спецсумка. Она весит 50 килограммов. Плюс 2 баклахи. Итого у меня 60 килограммов. Это неплохой вес. Плюс несколько выношу вперед вес. Это тоже делает тяжелее исполнение. И не до конца руки внизу разгибаю. У меня будет таких 2 подхода сейчас. Но как бы я вам покажу только один. И на этом тренировка заканчивается. Моя мощная домашняя тренировка. Которая также может быть и вашей, если захотите. Оп! Я думаю, что не более 30 секунд получилось. Под нагрузкой и даже меньше. Жестко. 6 минут 7 отдыхаю. И будет последний подход. Друзья, всем пока. Тренировки продолжаются. Все очень мощно. Все круто. Единственное, неудобно. И как бы не хватает атмосферы изуальной. Но так. По большому счету. На самом деле для мышц все равно. Все замечательно. Всем пока. С вами был Алексей Шредер. Редактор субтитров А.Семкин